всем огромный приветик я вам решила показать как выглядит вот так вот сумочка которую я готовлю уже уже она практически готова это вот основная деталь сумочки это вот ее ручка боковая часть кисточка мне осталось связать еще одну боковую часть и все я буду соединять деталь как раз как в прошлом видео я вам обещала решила показать все таки заснять все нюансы и уже готовая сумочка будет в этом видео вот что что осталось у меня от пряжи сейчас я все быстренько закончен вот эти ниточки я подготовила у меня следующая на подходе кукла будет и вот приехала подкладочная ткань для сумочки все-таки беленькую я взяла буду шить покажу вам хорошая ткань очень мне понравилось поэтому белый будет мне кажется классно смотреться все буду заканчивать уже покажу вам готовую сумку упакованную как я буду ее отдавать показываю вам сумочку готовую посмотрите какая получилась вот здесь у нас такая длинная ручка с цепочкой вот так она выглядит сзади сумочка называется зефирка здесь у нее вот такая кисточка стильная сейчас вам покажу как изнутри легко она открывается и опа вот такая вот белая подкладочка кармашек так вот это все выглядит я решила сделать беленькую мне кажется очень даже ничего да она получилась маркая но эта сумка в подарок невесте такую вот захотели так что вот так вот красота я очень довольна результатом я сейчас вам кстати заодно покажу и красную свою вот она которую я делала для себя вот красненькая получается золотистыми аксессуар чиками желтенькая серебристыми вот так вот смотрится эти сумочки вместе давайте вот так покажу вам на свет просто мне сейчас нужно ее упаковывать отправлять поэтому доставкой яндекс поэтому я вот вам быстренько снимаю как могу вот сейчас я красиво упакую и вам покажу какую делать буду упаковку вот так выглядит упаковочка для невесты а сейчас я красиво все заверну бумагу цешью положу вот эту открыточку исполнения желаний мне кажется она очень красиво смотрится и показываю вам коробку вот такая коробочка с розами я ее персонально покупала именно для этой сумочки вот так что вот такой сейчас буду отправлять доставку вот отдаю в таком виде сейчас сумочку все в коробочке в этой не успеваю поэтому снимаю в подъезде приветик работаю сейчас над двумя бэби боксиками у меня заказали и вот мне нужно сделать две пары носочков я решила записать такое небольшое видео просто сделать такой акцент как мне кажется это невнимательность вязания многих кто смотрит мой мк который есть на моем канале на вот эти носочки я вам хочу показать такой моментик смотрите я просто сейчас вот вижу вторую пару я этих носочков чтобы вы понимали связала ну я не знаю может быть пар 50 минимум то есть именно пар а то и 100 понимаете ну может быть стоя преувеличиваю но очень много я перевязала этих носочков для меня они вяжутся на одном дыхании буквально полтора часа времени и пара носочков готова смотрите мне очень многие пишутся что когда они собирают саму сам носочек вот видите как у меня он связан 2 то у них не сходится вот это соединение да то есть когда вы делаете соединительные столбики я так полагаю что наверное многие просто невнимательно делают изделие и вот здесь пропускают петли потому что если хорошенько присмотреться то вот здесь есть одна петля предпоследняя она она не последняя после того как я провяжу у меня вот здесь вот останется еще одна петелька вот она вот там спрятана то есть по сути кажется что здесь осталось только одна петля сыпь ну в соединении на самом деле их здесь 2 то же самое происходит вот с этим концом то есть если это у нас носик то вот здесь вот тоже самое вот здесь закручивается петля у нас и она тоже прячется и поэтому на мой взгляд что если у вас не сходится данный носок в конце не соединяется в единое вот такое готовое изделие то вы совершаете просто вот эту ошибку невнимательность потому что по-другому ничего у вас не может не сойтись вот этот мк у меня записан также в текстовом виде для себя в тетрадке и я вижу строго по этой схеме очень много и у меня всегда все сходится поэтому внимательно смотрите просто внимательно вот эти петельки которые здесь прячутся они возможно вас избивают с толку поэтому у вас не сходится изделие и еще один совет я использую пряжу для вязания этих носочков газал baby wool xl понимаете не не просто baby wool а xl и у меня не получается строго так как они должны ну то есть подходить на ножку малыша я вижу четвертым крючком у меня обычный крючок 4 миллиметра и все прекрасно получается вот свободная вязка моток на носочки если вы вяжете очень свободно и вам нужно на размер ближе годику то лучше возьмите два матка потому что одного вам не хватит вот и все секреты вот показываю видите все у меня соединила соединяется воедино все одинаково если вы вот так прикладываете где-то тут вот не идеально ровно она все равно все соединиться вот если вы все делали правильно никаких ошибок не будет просто если честно мне уже вот под надоедает мк уже вышел практически год назад и я такой человек что вообще в принципе я поделилась бесплатно этим мк я у мастеров платно покупаю мастер-классы это я не задаю никаких вопросов когда я начинала вязать я вообще вязала по бесплатным мк на ю тубе игрушек перевязывала по тысячу раз я даже не понимала как это вообще связать это кольцо амигуруми но я никогда никому не задавала вопрос а тут на каких-то вот просто нюансах ну просто нас носки которые расписаны просто максимально подробно у возникают вопросы и вот самый главный вопрос то по поводу пряжи я же конкретно говорю какую я использую пряжу а почему то у меня все постоянно спрашивают а можно ли связать такой пряжей а можно ли такой пожалуйста вы можете связать любой пряжи но у вас не получится такой носок он у вас получится если вы возьмете обыкновенный там даже тот же юрнар джинс как у меня как-то спрашивали хлопковый у вас получится он гораздо уже понимаете то есть я конкретно рекомендую материалы говорю черным по белому что именно нужно использовать для вязания этих носочков и просто нужно быть внимательным и все у вас сойдется поэтому с этим мк все чудесно смотрите более внимательно кстати под видео кто не знает возможно из моих подписчиков про этот мк я оставлю ссылочку на него если вы захотите связать такие же носочки вот только что закончила грызуночки обвязала бусинами вот сердечко и зайчик теперь буду приступать к погремушкам мне нужно отдать 2 бобби боксика до конца недели 1 бобби боксик маленькие бобби боксики носочки грызунок и погремушка то есть три позиции один бобби боксик зайчиками погремушка зайчик и 2 бобби боксик с львенком с таким сердечком это кстати можжевеловые грызунки они у меня заканчиваются поэтому скоро буду делать закупку из крыма фурнитуры приступать со своими кольцами шикарного качества делать погремушки жду кстати пряжу заказала свобэ потому что мне даже так выгодно 2 моточка на носочки такой горчичный цвет нужно сделать клеенку я решила заказать потому что там 2 моточка в принципе нормально цене потому что то что у нас даже если в магазине например покупать один моток то будет даже еще дороже а заказывать в тесьме конечно же один моточек я не буду аромат потрясающий так я люблю вообще все эти грызунки даже вот решила что буду делать закупку только можжевельника бог у меня пока есть наличие я хочу только можжевельник заказать прям вообще классно ну что я уже собираю погремушечку зайку вот осталось совсем ничего ушки будут шуршать все же связала осталось все пришить самое сложное позади пришить кольцо голове вот чтоб она не болталась как пришивать часто все закроется воротничком и все будет отлично не очень хорошо себя чувствую со вчерашнего дня не знаю или какой-то от детей на работе вирусняк или что надеюсь что не заболею поэтому как то так все мне осталось уже совсем ничего буду сейчас соберу сделаю еще одну погремушку вот и у меня по плану две новые игрушки которые я раньше не делала кукла точнее игрушка и даже уже в планах появилась третья поэтому это я буду уже смотреть по ситуации потому что я это новиночки делаю для наличия предлагать к продаже к заказам вот поэтому буду смотреть если пока сильно заказики не будут прилетать будет какая-то пауза буду делать тогда новиночки потому что конечно же как у всех заказы у меня не каждый день милота вот такая получилась зайка очень она мне нравится такая симпопулька ты не ушки вот так шуршат видите у меня кстати есть такая же зайка в наличии но в лимонном ободочке и время с лимонным бантиком новый заказчик захотела именно в таком цвете нашла сама же у меня на страничке в инстаграм как я делала таком в такой же расцветке погремушку и попросила такую все зайка готов бэйби боксик осталось делать львенка вот такой вот наборчик видите как сочетается все красиво вот у меня львенок тоже готов погремушка готова ну именно детали осталось только собрать это я буду делать завтра вот я вообще обычно всегда в один день стараюсь связать детали там за несколько дней в зависимости от сложности игрушки и в отдельное время в отдельный день я собираю всегда потому что для меня это отдельное вдохновение то нужно вышивать носик например оформлять мордочку я предпочитаю делать это отдельным скажем так этапом вот очень кстати люблю этот цвет из джинса по моему 83 номер горчицы я его просто обожаю из него получаются такие красивые игрушки ну вообще супер не знаю мне он так нравится этот цвет и вот кстати носочки будут старые вот они казал бы его лексель вот такая пряжа это оттеночек у нас тоже мне очень часто заказывают 8 842 очень часто мне заказывают в этом цвете носочки прям вот не знаю горчица очень все нравится да и вообще на самом деле вот такой боксик с львенком я уже не знаю какой по счету буду делать то есть часто очень любят львят ну и вот у меня тут все лежит на куклу этот мк я купила давно смотрите какое классное сочетание цветов вот вообще ой супер мне так нравится из-за этого цвета будет шапка из этого кофта кукла будет новая я ее еще не делала вот и этот мк купила уже давно сразу как он вышел но наконец-таки надеюсь дойдут руки потому что ну знаете как заказы прилетают я берусь за заказы поэтому на наличие вязать времени нет а куклу буду делать для наличия но возможно в наличии она долго не пробудет все пошла работать буду делать носочки пару часиков и все готово вот такая погремушка львенок получилось и носочки носочки эти связались у меня вообще за часик очень быстренько все буду упаковывать все чуть попозже обязательно вам все покажу всем доброе утро готовлю наборчики свои посмотрите какая милота извиняюсь за голос потому что все горло обложено говорю как могу вот этот это один заказ одному человеку на рождение мальчика на рождение девочки вот получается погремушечка льва так она гремит верочку свою прицепила далее грызунок можжевеловый с можжевеловыми бусинами и мои носочки вот такой наборчик этот наборчик улетает за границу поэтому упаковка не важно так сильно под чисто в коробочку аккуратненько положить попросили все равно будут его доставать с коробочки вот и второй наборчик это у нас для девочки вот такая зая я вам ее уже показывала грызунок тоже можжевельник с можжевеловыми бусинами и носочки все вот такая красота сейчас я вот в такие пакетики запакую грызунки чтобы они были закрыты и не знаю возможно еще погремушки тоже положу не знаю может погремушки нет погремушки наверно не буду погремушки пускай будут так в коробочках ну и вот так вот поедут эти наборчики домой этот я положила в такую с прозрачным окошком коробочку вот ее будут дарить здесь минске вот такой у меня заказ обязательно кладу открытки вот такие вот девочки положу сальчиком для мальчика солнышком памятки по уходу обязательно как правильно ухаживать и свои визиточки так как боксики на подарок идут так что все упакуем и отдадим я запаковала в отдельные пакетики и грызуночек и погремушку потому что это для малышей всегда так делаю стерильненько аккуратненько чтобы было вот этой штучки погремушка стружки все закрываем и отдали вот так вот отдала я заказик 2 baby боксика и заодно быстренько забрала на vb заказ с кольцами смотрите я кольца заказываю целенаправленно у одного и того же поставщика колец на vb очень мне нравится качество этих колец обязательно сыграм канале я поделюсь ссылочкой там есть комплекты где идут по четыре кольца есть даже по моему два вот я беру по 8 они очень классного качества отшлифованы это натуральный бог цена нормальная как вы не низкая невысокая смотрите какой прям ну вообще уровень работы все гладенько без всяких этих я не заказываю больше нигде только у них в кольце если заказываю просто у меня смотрите какая беда это у меня есть а кольцо у меня осталось одно и у меня заказывают погремушки плюс мне нужно готовиться к выставке поэтому я предпочитаю закупить извиняюсь мне горло я как могу так говорю пытаюсь закону постараюсь закупить сразу чтобы мне хватило на погремушечки забыла кстати вам еще сказать новость мне одобрили заявку на шарон и мулин поэтому я буду уже начинать готовиться к октябрьскому мулин как раз как я вылетела всех соцсетей мне было не до того и тут приболела прилично поэтому с 11 11 12 13 будет октября шарон и мулин и я там буду там будут мои игрушки еще пока не знаю не решила что буду с собой брать точно вот как бы буду ли делать гаррика то наверное буду вот вот такие колечки потому что видите кладут глазки всегда в подарок маленькие совсем но эти кольца я действительно рекомендую потому что колец везде очень много осипают как колец везде очень много разных вот по деревянных но они не такого качества а вот это качество прям пушка потому что я знаю такие кольца я сама ими раньше пробовала пользовалась просто одну что такое знаете дерево пошарпанное непонятное какое-то я когда заказывала грызунки я заказывала как-то кольца на пробу ну честно говоря вот мне вот например надо на погремушки я вот как-то так их нашла и прям очень довольна ссылочку оставлю в телеграм-канале вот но все буду заканчивать видео всем до новых встреч